ну чё интересно стало как сделать такое покрытие для поршня сейчас расскажу друзья всем привет да кто то скажет нахрен нужно такое покрытие для поршня там туда-сюда но я его делал ради эксперимента у меня на канале есть видео где я разбирал бензопилу и специально для нее делал такое покрытие но в видео я не показывал как я это сделал мне просто было интересно вообще она держится не держится и что произойдет бензопила отработала некоторое время разобрал посмотрел все прекрасно работает все держится все отлично поэтому как вариант защиты поршня все работает тот говорил то мне там в комментариях все комментарии читать кстати говоря кто-то писал там дано новую поршень нанесешь там еще и хуже будет ребята перед нанесением поршень обрабатывается убирается какие-то микроны потому что нужно снять оксидную пленку и потом вы наносите покрытие и размер останется тот же самого спорте вот и все вариант рабочие все нормально все погнали сейчас покажу как это делается все элементарно просто все доступно просто в хозяйственных магазинах в автомобильных магазинах все это есть и так все погнали делать кстати этим покрытием уже и металл металл покрывать все держится кто-то там я смотрел на каналах люди писали что на металле не держится нифига нет не работает да все работает вариант рабочих знаете как говорится вы просто не можете правильно это приготовить где-то я видел это невкусно просто правильно нужно приготовить но и здесь то же самое самое основное сделать подготовку к нанесению этого покрытия и тогда будет все работать ладно погнали делать сейчас все подробностях расскажу покажу и так чтобы нам объединить вот такой поршень я старенький у себя нашел сначала приготовим росток все доступно нам нужно будет дистиллированная вода обычный электролит ну и медный купорос отмеряем медного купороса 100 грамм но так я думаю пойдет плюс пакетик нормально наливаем дистиллированную воду нам нужно 450 грамм высыпаем сюда медный купорос и тщательно размешиваем тщательно размешали теперь нужно будет добавить сюда электролит 100 грамм сейчас начнете писать без перчаток ничего страшного и аккуратно добавляем 100 грамм сюда чуть чуть больше получилось но я думаю ничего страшного все теперь перемешиваем и наш раствор готов для меднения итак друзья начались с металлом ну вот у меня вот такая штырье чек есть сейчас покажу тут все попроще скажем так его главное хорошо зачистить и обезжирить ну и в качестве обезжиривателя вот у меня растворителю такой силу вот и мы попробуем вот так вот получилось после того как мы зачистили и обезжиривали все прекрасно держится но так вот металл можно простым образом нанести покрытием сейчас покажу как нанести такое покрытие на поршень сейчас я подготовлю зачищу кто-то говорил что я там в комментариях смотрел рита на новую поршневую нанести там тепловые зазоры должны быть ребят выше перед тем как наносить вот это покрытие кстати говоря просто так у вас не получится окунуть и чтоб она нанеслось нет такого не будет прежде чем на нанести покрытие вы подготавливаете поверхность все равно вы какие-то микроны будете снимать поэтому поршень будет в тот же в том же самом размере ничего тут страшного нету так сейчас я его зачищу но это бушный поршень да просто покажу вам вообще сам принцип как это делать итак друзья поршня немножко под зачистил задирчики туда были более-менее было да вам понадобится блок питания не обязательно такой вот у меня просто регулируемый до подойдет блок питания от обычного телефона все и надо будет кусочек вот так вот медной проволочки ну естественно и нужно зачистить от лака чтобы она вот так вот в баночку помещалась а здесь будет стоять поршень у нас все поскольку здесь на алюминии оксидная пленка очень такая ну плотная скажем так и просто так растворителем ее снять не получится в отличие ну от металла и то и тут зачищал скажем так чтобы берете самую-самую мелкую наждачку но я буду показывать на крупной без разницы самую мелкую наждачку желательно это в перчатках делать чтобы потому что на чтобы пальцами не коснуться чтобы не было жировой пленки потом здесь на алюминий иначе ничего не получится совершенно все берете вот так вот зачищаете предварительно это кстати говоря уже предварительно сразу растворитель сейчас промокну и покажу чтобы это было все довольно таки быстро то есть вот таким образом мелкая мелкая наждачка снимаете пленочку эту оксидную а и забыл наливаете раствора столько чтобы у вас покрылась юбка поршня ну то есть вот так отверстие под палец можно обычным солидончиком чуть-чуть внутри промазать чтобы покрытие туда не нанеслось все быстренько это все обезжириваете и сразу ложите поршень чтобы чтобы алюминий не начала окисляться сюда вставляем медную проволоку вот она просто по кругу вокруг поршня ну и все берете блок питания подключайте просто-напросто плюс сюда аккуратненько смотрим чтоб не касалась проволочка наша поршня а минус отсюда видите да ампераж чуть поднялся отсоединяем давайте приподниму сейчас посмотрим все это промоем сейчас в воде в обычной промываем даже можно было бы наверно еще меньше напряжения поставить вот смотрите про что я говорил там где плохо обезжирено видите покрытие не берется вот она и скорее всего она сейчас будет не стабильная потому что плохо зачистил проверим кстати вот тряпкой возьмем вот она и все вытерлась а почему потому что плохо я это все сделал вот вам пример что плохо обезжирилась оксидная пленка не ушла с алюминия поэтому такое произошло вот она ничего это не держится опять примерно то же самое наждачка у меня крупноватая сюда бы мелкую наждачку есть хорошо получается сразу с первого раза и сразу в нашу емкость сложим так давайте попробуем подключаем промываем в воде вот такое покрытие у нас получается но здесь понятно что где задир был я не зачистил хорошо ну поршень старый сами понимаете если постараться можно все зачистить хорошо ну теперь давайте попробуем его отсюда убрать стереть тряпкой насколько как видите сами покрытие осталось на месте все как бы держится беспроблемно еще раз повторюсь самое главное это убрать оксидную пленку с алюминия и все эти операции то есть чуть-чуть зачистили обезжирили сразу в раствор кидайте чтобы не окислялся алюминий иначе вот как у меня с первого раза не получится не получилось первого раза на второй раз сделайте и все это рабочий вариант я же говорю у меня на канале есть видео где я бензопилу наносил такое покрытие оставил бензопила поработал потом мне было интересно я разобрал ее посмотреть вообще держится она или нет можете перейти посмотреть все прекрасно работает все держится беспроблемно но сразу скажу не наносите толстый слой очень толстый слой не будет держаться не на алюминия не на металле то есть очень большой слой он держаться не будет будет отскакивать то есть тут небольшой слой такой он прекрасно держится как бы беспроблемно вот такой способ ребят всем удачи до новых встреч спасибо что меня смотрите